Всех приветствую! Сегодня дополню немножко те прогнозы, что говорил вчера. В принципе, ничего такого особо не изменилось, но подтвердилось, что синьки никуда не вниз, всё растёт. Единственное, что не ясно, что это за структура, но такое есть чувство, что это такая диагональка. Может быть, что-нибудь такое-такое, например, либо что-нибудь такое-такое. Соответственно, идём вверх. Единственное, посмотрел там чужой прогноз, что всё-таки есть тут подвох, потому что здесь тройка, здесь тройка можно найти, а здесь пятёрка. А это флэт. И могут вообще вот так аж прокатить и только потом пойти вверх. Поэтому тут осторожней надо быть, смотреть, как упадёт. Соответственно, если у неё есть зигзаг, то покупать. Если не зигзаг, то не покупать. Если пробьёт хаи, ничего не покупать, продавать. И ещё раз продавать, потому что прям сразу вверх. Ну, не может оно прям так сразу вверх пойти. Здесь только вот так за цепь-то вложена. Соответственно, готовимся к тому, что всё-таки доллар может силу показать. И, например, еврик и фунт что-то как-то и не очень отросли, скажем так. Причём, что здесь какая-то тоже тройка. Соответственно, у них есть шансы всё-таки пониже сходить. Но, с другой стороны, падают тоже коррекции. Поэтому, фиг его знать, по валютам ничего не скажу. Но фунт как-то явно зигзагом вырос. И как-то он на это вверх не смотрит. Единственное, что может ещё чуть расширить. Видите, он стал отрастать. Короче, валюту вообще сейчас ничего не скажу. Но закончится это сильным сливом бакса. Не буду повторять вчерашний прогноз. Просто сейчас ещё пока не ясно, а это коррекция, вот как я тут рисовал. А либо всё-таки это разворот. Ну, пока что похоже на коррекцию. То есть, тут какая-то тройка. Тут какой-то верх зигзаг. То есть, её ещё чуть-чуть могут расширить. И потом пойти туда, ближе к 93. Поэтому тут пока доллар хранить не буду. Так. Самый главный нормальный трейд сейчас, это всё-таки золото покупать. Потому что золото, видите, подтвердило рост. Очень сильно похоже на импульс. Единственное, тут могу дополнить, что вот это дело похоже на четвёрочку. Это будет пять. Будет так и так. Если такое видим, вот здесь вот на всю котлету берём. Стоп сюда. И всё, ракета ту заму на 2100 в ту сторону. Это самый нормальный трейд сейчас. Серебро тоже вчера показало неплохую такую штуку. Но ещё это такое было, я не знаю. Опять же, как-то зигзагообразно всё идёт. Короче, по серебру, может быть, это заходные 1, 2, 1, 2 и прям туда. Но пока что, пока что золото как-то красивее выглядит, так сказать. По волнам оно логичней смотрится. Потому что, ну, тут как-то я не вижу никаких импульсов. Если только пять растянули, но опять же три тогда самое маленькое. Короче, странная картина, но может из такого грусти. Это всё-таки металлы, они бывают и так чудят. Короче, что я могу сказать. Доллар пока хранить рано. СНП-ха не факт, что сразу ту замунить будет. Там и 3800 может показать. Не даже 3700. Поэтому СНП-х я поскидывал. Соответственно, если СНП-ха вниз, то что у нас с криптой? Любимой. Тоже она никуда не вверх. Может и вниз смотать. Нужно дополнить, что всё-таки на битке, как и на эфире, есть вариант треугольный. Вот он. И могут даже слить. То есть, если СНП на 3700, то крипта привет 40 тысяч. То же самое эфирчик. Как бы вот вроде как уже что-то похожее на разворот тут рисуется. Но и выкупы тоже идут. Всё-таки бычий тренд. И хотят прожать на хаи. Но опять же, даже если на хаи уйдёт, всё равно потом сольют. То есть, там цели не меняются. Биток на 30. Эфир на 1000. В ту зону. Но опять же, с каких цен и какой траектории, пока не ясно. Поэтому по крипте не порадую. Вот куда СНП полетит, туда и пойдём. А там столько вариантов, что я, пожалуй, пас пока это предсказывать. Но если будет 3900, то 100% надо продавать всё это нафиг. И всю крипту, все валюты. И в баксы перекладываться. Потому что прям сразу вверх варианта тут практически не нашёл я. Так что вот такие дела. В общем, нужно готовиться к тому, что что-то подсольют к разной рынке. Пока такие идеи. И больше тут особо добавлять нечего. И до следующей встречи.